продолжаем серию обзоров различных медиаплееров сегодня у нас одноядерное устройство но очень необычное но даже не на андроиде а в нем пашет вообще просто линукс из всякого андроида так у нас устройство ipache d2 d2 похож на модем да чем-то модем или роутер юсб напоминает так упаковка тоже это устройство позволяет смотреть медиа контент на любом телевизор или мониторе с hdmi входом чем отличается от обычных медиа проигрывателей так это во первых цене они сейчас идут ну с примерно скажем от 13 до 23 баксов но вот этот среднем по рынку стоит 15 20 25 долларов все на английском так само какой толстый кабель так само она достаточно глупая то есть в нем нету встроенного браузера встроенного еще чего-то то есть когда вы его включите в телевизор вам нужно будет подключиться к его wi-fi сети и нужно какое-нибудь другое устройство с которым вы будете передавать медиа контент сюда на первый взгляд я сказал что это первый шаг андроида все начиналось с этого как бы нет а на самом деле это шаг назад то есть уже когда android свистки все вышли все сделали компания google предоставила такую штуку под названием chromecast то есть она позволяет вещать из вашего браузера chrome ну или с android планшета с android свистка с android телефона на экран ваши фотографии музыку youtube ролики вы можете смотреть то есть само по себе она бесполезна зато в купе с другими умными устройствами может много в игры не поиграешь но если у вас телефон планшет компьютер поддерживает мирокаст деланы или у вас есть apple устроен устройство то можете на него вещать только здесь нет никаких надписей что google или chrome что-то какое-то отношение к нему имеет то есть если человек заказал его поставил он даже не знает что с ним делать инструкции у нас так пробуем включить на китайском вот мы подключили наш айпаж d2 он показывает какая у нас сеть какой пароль заходим вай фай так и вот он и здесь вот он айпаж айпаж 2 нажимаем заходим он говорит видите пароль пароль у нас 1 2 3 4 5 6 по моему только что было то есть он его пишут на экране телевизора до 2 3 4 5 6 по моему так еще не хватает а вот семь восемь семь восемь семь восемь все connect я нажал на канал да 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 сейчас он должен здесь появиться здесь вот устанавливаю связь смотрите видите установил и так мы подключились к его вай-фай сети ввели в браузере айпи адрес 326 843 1 и он нам показал вот такую страничку показывать все доступные вай фай сети подключайся к той которая твоя просто щелки на него то есть для того чтобы войти вы сперва заходите в браузер и пишите вот этот адрес видит что 840 3.1 ну у вас может быть по-другому но он лучше показывается пишет на экране вот здесь будет написано какой так что дальше вводи свой адрес от своей сети у адреса пароль я не смотрю мы не смотрим и не смотрим то есть сейчас мы удаленно подключились с нашего смартфона к свистку и указываем какой какую сеть будем использовать загрузка пошла думаю соединился его смотри на телевизоре у нас идет что-то пишет все правильно так теперь похоже на ошибку нет это потому что теперь айпи адрес свистка сменился теперь он напрямую подключился до теперь теперь свой смартфон опять подключи к вайфай сети которые у тебя домашняя сеть то есть мы сейчас просто на всякий случай смартфон отключили от вайфай сети теперь подключаем назад не получилось так тогда это вас так и первая программа который рекомендует инструкция эта программа айпаж найдете можете найти в google play айпаж ставите открывать вкладку девайсов подключаетесь к нужному устройству так теперь вкладка выбрали ну и положено давай фотки наши посмотрим какие у нас есть открываем любую фотографию послать на устройство и вот все что мы какие фотографии у нас есть на телефоне можем смотреть но только не надо на телеку так нет все есть запаздывание ну а как смотреть видео слушать музыку все это в обзоре уже скажем да так по крайней мере связь со смартфона на телефон мы сделали стоит такая штука примерно от 15 до 25 баксов минус этого устройства то что нет у него блока питания ему требуется порядка 1 ампера 5 вольт ну а плюс то что недорогой как альтернатива android свистку конечно не стопроцентная все игры не поиграете но многие функции может делать подробнее в обзоре пока